Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне произошла потасовка между Майей Донцовой и Аней Малько. Девушки никак не могут поделить новенького Тимура. Майя пригласила парня на свидание, Анна же в ответ вылила на нее гремучую смесь из ииц, муки и прочих гадостей. Валера Блюменкранц все-таки принял решение покинуть телестройку. Ему предложили хорошую работу за периметром. Кристина Лисковец ревнует Федю Стрелкова. Она хочет даже расстаться с ним и уйти с проекта. А Федя всего лишь приобнял Надю Соколовскую. На проектном суде рассмотрели дело Кости Иванова. Его судили за то, что он оскорбил Сашу Харитонову. Костю признали виновным и отправили в изолятор на двое суток. Татьяна Владимировна Африкантова опять покинула телестройку. Ее подписчики, которые в курсе всего происходящего, уверены, что это ненадолго. Она подлечит зубы и вернется. Африкантова пишет, «Мне очень жаль, но в очередной раз я ушла, потому что канал Дон-2 создал для меня такие условия для судного дня, что я не имею возможности оправдаться как по поводу Кристины Лисковец, так и по поводу несправедливости результатов голосования». А на поляне была крутая вечеринка, участники отметили победу Ольги Жемчуговой в конкурсе «Человек-года». Африкантовы на эту вечеринку не были приглашены. Глеб Жемчугов посвятил жене новую песню. «Вечеринка удалась», пишет Оля. «Через шесть дней смотрите в эфире». В ближайшее время Оля и Глеб наконец побывают в своей новой квартире. Они обещают показать фотографии всем интересующимся. Ну а пока в сети ходят слухи о том, что организаторы проекта пожадничали и Ольге выделили очень маленькую квартиру-студию с площадью всего 21 квадратный метр. Жемчугова пишет «В интернете появились слухи, мол это наша квартира. Знаете, я бы и за такую была благодарна. Я уверена, каждый из вас бы не отказался. Но мы выиграли совершенно другую квартиру. И уже в среду едем выбирать варианты отделки. Также будем оформлять документы». Дима Дмитренко готов простить своей девушке все, кроме измены. Он рассказал о своем горьком опыте любовных отношений. «Я никогда не прощу измену», – написал Дима. «Когда-то я встречался с девушкой, которая именно так предала меня. В итоге разрыв отношений. Наверное, я всегда знал, что на моем пути встретится достойная девушка. И я ее нашел. Это Оля». Зрители посмеялись над Димой. Ведь Оля далеко не идеал благородной, покорной и верной девушки. А теперь о бывших участниках проекта. Кристина Дерябина и Алиана Устиненко хотят стать ведущими нового телеканала. Они принимают участие в кастинге и просят своих подписчиков, друзей и знакомых голосовать за них. Одна из ветеранов проекта Настя Дашко стала мамой. Поздравляем Настю. Она написала «Я подарила жизнь нашему сыночку. Подарок на всю жизнь. Меня окружают самые любимые и прекрасные мужчины. Я люблю их». Либерш Кпадону стала одержима новой миссией в своей жизни. Она теперь охотница за привидениями. Все началось после того, как девушка сама столкнулась с привидением в одном из домов, где гостила со своими друзьями. Либерш пишет «Если у вас происходит что-то странное в жизни, с радостью выслушаю. Самые невероятные ситуации обязательно попробуем разобрать. Не бойтесь рассказать об этом, такое бывает». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.